Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 потом очень расстраиваемся из-за этого, сожалеем. Это почему? Потому что гнев не позволяет разуму думать. И когда человек гневается, уже шайтану легче всего захватить сердце этого человека. Второе – зависть, алчность. Когда, например, человек завидует кому-то, он работает только над тем, чтобы как бы заработать, то, что у другого человека, и сделать все, чтобы от него это ушло. Постоянно в мучениях этот человек находится. Когда человек алчен, он тоже все забывает, кроме той цели, которая ему нужна. К этому идет, несмотря на запретное это или дозволено. Третье – это, к сожалению, чуть-чуть стыдно, да, об этом тоже говорить, но все-таки то, что написано, нужно сказать, это то, чтобы мы кушали до сито. Наверное, здесь нужно было не говорить об этом, но все-таки скажу. Чтобы мы кушали до сито, наполняли наши животы. Наверное, вы подумаете, кушать до сито запретной едой – вот это оружие шайтана. А в книге пишется, что кушать до сито дозволенной, чистой, благодатной едой. То есть даже дозволенной едой, если мы насыщаем желудок, это является дверью, через которую шайтан захватывает наше сердце. Четвертое – чрезмерная любовь к приукрашиванию, будь то в быту, в одежде, в доме и так далее. То есть здесь нужно понять, уют, порядок – это одно, но чрезмерное приукрашивание, например, в одежде или же дома – это то, через которое шайтан захватывает наше сердце. Почему? Потому что, когда человек полюбил это, он к этому идет, на другое уже не обращает внимания. Дальше, чтобы человек надеялся на других людей, чтобы он ожидал от него чего-то. Когда это овладевает сердцем этого человека, то шайтан приводит этого человека к тому, чтобы он старался угодить тому человеку, от которого ему что-то нужно. Там показуха, лесть и так далее. Всячески старается угодить тому человеку, чтобы от него получить желаемое. Нужно остерегаться. Следующее, чтобы мы спешили в наших делах, чтобы мы оставляли спокойствие, спешили. Почему? Потому что, когда что-то делают, нужно это делать обдуманно. А когда человек спешит, у него думать не получается. И поэтому получаются обязательно у этого человека ошибки. То есть некоторые моменты, в которых нужно спешить, например, когда азам прочитали, делать намаз, когда грех получился совершить покаяние, когда дети выросли, женить их или же выйдут замуж и так далее. Некоторые моменты, в которых нужно спешить, в остальном спешка от шайтана, а спокойствие от Всевышнего Аллаха. Следующее, любовь к мирскому, любовь к деньгам. Сааду Хаджи Асул Мухаммад Афанди говорил, что зарабатывать деньги нужно руками, а не сердцем. То есть, когда мы говорим, что нельзя любить деньги, имущество и так далее, это не означает, что нельзя зарабатывать, дозволенные. На свои нужды зарабатывать – это обязанность каждого человека. Но любить нельзя. Почему? Потому что, если человек любит деньги, имущество, он уже остальное не замечает. Ни религию, ни Всевышнего Аллаха этот человек не замечает, только идет, чтобы заработать эти деньги. И под конец, когда Аллах забирает у него душу, он же любил эти деньги, а Аллах, по сути, отбирает у него эти деньги, он, упаси Аллах, гневается на Аллаха, за то, что Аллах отобрал у него то, что он любит. Поэтому, как сказал Бахху Хакудияу, зарабатывать деньги нужно руками, но сердцем нужно поменять Всевышнего Аллаха. Следующее, чтобы человек был скупым. Когда человек скупой, это отвергает его от того, чтобы он расходовал имущество на благое, на садака, на тех, на кого нужно расходовать. Человек только собирает деньги. И в итоге, перед Всевышним Аллахом, за то, что он садака не делал, за то, что он не расходовал на свою семью, за это тоже нужно отвечать. И за то, что он вот эти деньги собирал, собирал и не расходовал на пути Аллаха, вот это тоже добавок идет. Следующий, очень важный момент тоже, чтобы человек относился фанатично к своей мысли, к своему мнению. Такой человек уже не обращает внимания на мнение другого человека. Это не означает, что у человека не должно быть своего мнения. Должно. Но вместе с этим должна быть открыта дверь к тому, что если он вдруг найдет в мнении другого человека правдиво, с чем в его мнении, он должен свое оставить и принять его мнение. Если не делает так, придерживается своего, то этот человек уже начинает испытывать злобу к тому, у которого иное мнение, начинает смотреть на него с унижением, думать, что он прав, что его мнение правдивое и так далее. Это тоже оружие шайтана. Следующий момент, это не имея нужных знаний, чтобы человек начал рассуждать о религии, особенно о вероубеждении. Элементарно, человек даже водить, машину водить не может, без инструктора, без того, чтобы он научился этому, узнал несколько хадисов, переводов хадисов, не хадис на арабском, переводов хадисов из интернета и так далее, чтобы человек уже начал рассуждать о религии, уже толковать другим людям то, что он понимает. Это то, что приводит этого человека к непониманию этой религии и в итоге заблуждение, упаси Аллах. И следующий тоже очень важный момент, это плохое мнение о мусульманах. Когда человек плохо думает о мусульманах, то шайтан побуждает этого человека уже грешить за спиной этого мусульманина, делать гибат, унижать его, смотреть на себя свысока, на него свысока, видеть себя лучше. Это все приводит этого человека к погибели. Вот эти 11 пунктов, которые имам Азалия обозначил, это являются основными такими плохими качествами в нас. К сожалению, если не сказать все это, но больше это у нас имеется. Вот если не искоренить это все поминанием Всевышнего Аллаха, изучив религию, стараясь достигнуть понимания в религии, если не искоренить в себе это, то шайтан уже шайтану легче овладеть этим человеком, сердцем этого человека. И еще один момент под конец, когда, например, у нас получилось что-то плохое оставить, мы не должны думать, что оно так и будет. Мы должны следить за сердцем, как огонь поддерживает, поддерживает в сердце вот эти хорошие качества, иначе эти плохие качества вернутся. Поэтому всегда нужно следить за собой, за своим характером, за своим сердцем. И вот этот месяц Рамадан, мы должны сделать толчком для этого. Пусть Аллах поможет нам искоренить в себе эти плохие качества, следовать хорошим качествам. И пусть Аллах вот так же, вот я всегда любил говорить, когда какое-то собрание было, что делал дуа, чтобы Аллах вот так собрал нас с пророком. Мы тоже так же делаем дуа, чтобы Аллах собрал нас вот так с нашим пророком. Аллаху, саламу, 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 обидеть всех, хребественную餐. Аллаху, саламу. Уважаемые братья и сестры, на самом деле, очень важный момент, и то, что Мухаммед говорил, ибо без прекрасных нравов нам в раю место очень тесно будет. С плохими нравами Аллаху Та'ала туда человека не пустит. Вначале его, для очищения, Аллаху Та'ала по своей справедливости отправит в очистилище, Поэтому нам здесь же надо стараться очищаться от плохих нравов. Поскольку у меня сегодня чуть-чуть говорить не получается, давайте я вам Кудеева Кудасал Сырухназум прочту. Хотя он на аварском, но здесь очень красивые слова. Те, кто аварский не понимает заранее, прошу прощения, вы Амин скажите, тоже хорошо будете. Продолжение следует... 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 нам больше вознаграждения давал. Насчет Ис-Салма есть такой хадис, пророку, салаллаху и салам, все деяния, которые мы совершаем, увеличивается 700 раз, кроме пост. Ну, насчет поста говорит, пост Всевышний Аллах взял на себе, чтобы он сам лично вознаграждал для этого поста. Почему? Потому что любой стол Ис-Салама, например, салат намаз, в намазе есть Акваалун, Афаалун, есть действия, есть слова. Ну, для этого есть особое вознаграждение. Если, допустим, хадж, до хаджа тоже есть, действия тоже есть, также есть, слова тоже есть. И также, если возьмем закат, закат тоже есть Аль-Амалун действия. Для каждого столба Ислама у него есть особое указанное вознаграждение, кроме поста. А пост Всевышний Аллах взял на себя, чтобы он лично вознаграждал для этого человека. Почему? Потому что пост является точностью между Всевышним Аллахом и рабом. Почему? Потому что у поста нету слова, также нету действия. Там есть только воздержаться от того, что портится пост. Поэтому, Всевышний Аллах взял на себя и лично вознаграждает для этого человека, который держал пост. Также в раю есть такая дверь, которая называется Раян. В этом дверь тоже будет ходить именно те люди, которые будут держать пост. Всевышний Аллах даст нам тавфик, войдет с этого двери Раяна. Так же, как Всевышний Аллах объединил нас посредством Хаджа, посредством Каабы, где здесь объединил месяц Рамадан Мубарак. Так же, как объединил нас здесь Раби Ул-Авал, который один из наших любимых пророков. Пусть также объединил нас возле пророка в раю. Пусть Всевышний Аллах даст нам тавфик, также держать пост. Самое главное – здоровье. Также совершать место Хадж и умра каждый год. В этом году собираются те же руководители, те же помощники. Но Абдулла Хаджи в этом году нас оставляют на сироте. Думаю, он изменит свое решение и тоже поедет с нами. В этом году наши братья, и Мусульм Яхияев, и Тагиров Мухаммад, и Арслам Мухаммад, они едут. Я прошу Аллаха, чтобы Аллаху им дал таких же хороших паломников, как вы. Когда паломники хорошие, руководители бывают намного легче провести Хаджи. Аллаху нам дал таких паломников хороших, поэтому у нас хороший Хадж получился. Это не наша заслуга была, это ваша заслуга была. Абдулла Хаджи в этом году. Я еще один тоже прочту. Мы даже в этот раз чуть-чуть не подготовились, получились хорошенько. Даже чтеца Маулида мы забыли пригласить, поэтому я сам его замешу. Еще один у Дьявы назван, прочту на ауарском языке. Еще раз прошу прощения наших братьев, которые ауарский не понимают. Но у нас на другом языке Маулида нету, поэтому я хочу читать. Аллах, мунт ассатлуха, тугу хатайалдаса, халкатлгу хирияв дур хабибаси улу. Хаккабл хайятл мунт харал, лағзады ридда хуртлоу, хауэдунги бит-эрхан, хэб дургу фазул хидал. Я дир мунахазасан, франкудияв Аллах, ахибуга дудихун дур заайфау лағасул, айсиан, фиску, ширк, нефаак, ракетлана бит-эрхан, халкатлэ дургар, ёддирамал да са рахмат алды култолюв, рахмат дудихарула, хидаяя тасул хаби. Хауулу гуууат кудосау, яа Кави юн, яа' азиз, кабул хабон тей таобу таасыркар лағзаду зул. Я халкатл култолюв, хазайна зул малик, мунгур и вағаб хэч-эн чобугод т-харараб. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok